Приветствую вас дорогие подписчики и гости моего канала, это очередное видео на тему современных технологий. Для любителей домашних растений в продаже появились оригинальные кашпо, парящие в воздухе. Идея их создания принадлежит изобретателю и дизайнеру Симону Моррису, и не так давно он уже представил миру левитирующую лампочку, которая зажигается простым нажатием на базу, выполненную в виде деревянного основания, размещенного под лампой. При этом она начинает вращаться в воздухе. А если на базу положить смартфон, то он будет заряжаться от беспроводного источника питания. Левитация достигается благодаря эффекту магнетизма. Вращаясь в воздухе, растение получает необходимый солнечный свет всей своей поверхностью и с разных углов. Перед тем, как реализовать свой проект, Симон Моррис совместно с группой исследователей тщательно изучил взаимодействие магнитного поля на жизнь растений. И выяснилось, что такое воздействие не вызывает отрицательных эффектов, а даже наоборот, оно способствует ускорению метаболизма, что в целом благоприятно для развития растения. В качестве альтернативы существует не менее интересный стартап. Тут мы видим живое дерево бонсай, которое также парит и вращается в воздухе, что буквально завораживает. На мой взгляд, такое изобретение очень хорошо подойдет как для офиса, так и для дома. Ваши гости точно не останутся равнодушными. А еще это будет очень достойным и по-настоящему крутым подарком. Для желающих приобрести левитирующее растение или лампу, я оставил ссылки в описании к видео. Не так давно крупнейшая американская автомобильная корпорация General Motors заявила, что в 2019 году выпустит беспилотный автомобиль без руля и педалей. Прототип машины уже тестируется на улицах Сан-Франциско. По словам президента компании, на создание новой модели ушло полтора года. Всего планируется производство 2500 автомобилей, которые первое время будут тестироваться исключительно с сотрудниками General Motors. Для безопасности и точности езды автомобиль оборудован 16 камерами, 21 радаром и 5 лазерными сенсорами. Ввиду отсутствия привычных элементов управления, задать маршрут автомобилю пассажиры смогут через сенсорный экран. Про возможность приобретения такого автомобиля для личного пользования пока даже речи нет. На практике это скорее всего будет выглядеть так. Человек через специальное приложение на смартфоне вызывает себе беспилотное такси и едет в указанный пункт назначения. Возможно, это и есть автомобиль будущего, который вобрал в себя все самые передовые технологии, направленные на обеспечение комфорта, экологичности и безопасности. Только представьте, больше не нужно будет учиться вождению и сдавать экзамены, платить штрафы или бояться, что какой-нибудь пьяный водитель заденет ваш автомобиль. Конечно, есть и некоторые опасения, из-за того, что авто полностью управляется компьютером и есть вероятность сбоя программы или хакерских атак. Но так или иначе, беспилотный автомобиль это огромный прогресс и лично я в целом смотрю на это очень позитивно. А что думаете вы? Пишите ваше мнение в комментариях к видео. Летающий 3D принтер представила китайская компания Dezibot, которая четко определила основную область применения своего нового изобретения. Наиболее востребовано данное устройство будет в сфере строительства. Аппарат состоит из двух частей. Блока из шести несущих двигателей с лопастями и прикрепленного к нему экструдера. Материал для печати, например, жидкий бетон или расплавленная пластмасса подается по специальной трубке, которая проходит через верхнюю часть принтера. Заявлено, что данное устройство печатает с точностью до миллиметра. Летающий 3D принтер является по-настоящему уникальным и имеет ряд преимуществ по сравнению со стационарными моделями, которые ограничены своими собственными размерами. В то время как FlyElephant таких ограничений не испытывает и может использоваться даже при строительстве высотных зданий и выполнять работу в труднодоступных местах. Но не стоит забывать, что FlyElephant это прототип, который также имеет и недостатки. Инженерам предстоит поработать над увеличением длительности автономной работы принтера, а также проверить, как сильно будут влиять на точность печати плохие погодные условия. Еще неизвестно, будут ли проблемы с подачей материала для печати в случае проведения высотных работ. В идеале компания DaddyBot хочет разработать систему для совместной одновременной работы большого количества летательных аппаратов, которые быстро смогут производить строительные работы и в случае необходимости заменять друг друга. А подача необходимого материала будет производиться прямо в воздухе с основной базы. Поэтому все еще впереди, а идея действительно грандиозная. Лас-Вегас принято считать родиной азартных игр, но теперь его можно назвать еще и родиной бесплатной электроэнергии. Я не имею в виду, что во всем городе электроэнергия вдруг стала бесплатной. Конечно нет. Но компания NG Planet делает серьезные шаги для того, чтобы в некоторой степени снизить затраты на ее производство. Они оборудовали тротуары специальными пластинами, преобразующими энергию пешеходов в электричество, которое идет на освещение улицы. То есть люди ходят по тротуару по своим делам или просто прогуливаются, а за счет их шагов вырабатывается абсолютно бесплатная электроэнергия. Но разработчикам этого оказалось мало, ведь получается, что в дневное время фонарные столбы не приносят никакой пользы, и они придумали, как эффективно задействовать избыточную энергию. Для этого фонарные столбы переоборудовали, и теперь они раздают Wi-Fi и имеют разъемы для подзарядки телефонов. И все это абсолютно бесплатно. Генеральный директор компании выделил еще одно преимущество своего проекта, обозначив его важность в снижении пагубного воздействия на окружающую среду. Ведь в мире насчитывается более 300 миллионов уличных фонарей, для которых значительную часть электроэнергии вырабатывает ТЭС, ежегодно выбрасывающая в атмосферу до 100 миллионов тонн СО2. На этом все. Напишите пожалуйста комментарий, какая из технологий в этом выпуске вам понравилась больше всего. Также рекомендую подписаться на канал, на нем вы наверняка найдете интересное для вас видео. Если ролик вам понравился, то не забудьте поставить лайк. Всем пока!